Уникальный для Карачаева-Черкесии объект еще не достроен, но уже поражает своим масштабом. Его общая площадь свыше 4000 квадратных метров. Строители уже полностью собрали каркас здания и завершили многослойный монтаж самого ледового поля. Плюс выведены все необходимые инженерные коммуникации. Сейчас же идет монтаж сэндвич-панелей. После этого уже начнется внутренняя отделка и уже финальная сдача. Ледовое поле полностью уже готово. Остается только холодильное оборудование, и оно уже полностью будет функционировать. Ледовый каток размером 60 на 30 метров соответствует всем спортивным стандартам. Для его эксплуатации уже закуплено необходимое холодильное оборудование, включая специальную машину для заливки льда. Пропускная способность катка для массового катания составит 230 человек, а для тренировок – 50. Уже известно, что часть своих тренировок здесь будут проводить воспитанники республиканской школы по зимним видам спорта. В частности, занятия на льду очень полезны для горнолыжников. Для развития горнолыжного спорта в один из этапов тренировочного процесса обязательно должны входить в коньки. Это личный такой субъективный взгляд как тренера, для того, чтобы там дети прочувствовали конты, скольжения и другие нюансы прохождения горнолыжной трассы. И, конечно, в планах уже открытие первых в республике секций по фигурному катанию и даже хоккею. По крайней мере, интерес к этим нетипичным для нашего региона видам спорта у детворы уже есть. Безусловно, большой интерес есть, есть большие ожидания, потому что ребятам хочется заниматься различными видами спорта, проявить себя в разных видах спорта. Данные виды спорта, конечно, не совсем специфичны для нашего региона и для наших народов, населяющих нашу республику. Но хотелось бы пробовать что-то новое. Помимо катка в Ледовом дворце будут залы для хореографии, силовых тренировок, а также трибуны на 180 мест. Территория вокруг дворца будет благоустроена, строители не забудут ни про парковку, ни про зоны отдыха. А возведение этого прорывного для республиканского спорта объекта стало возможным благодаря участию Карачаева-Черкесии в госпрограмме «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архиз, 24